привет друзья мы находимся в новосибирске площадь ленина новосибирск 12 часов и вот то что мы видим на центральной площади города новосибирска и ну вот это наше будущее очевидно и это наше все все что у нас в общем то есть и друзья как мы знаем все сейчас в настоящее время усиленно эвакуируется бегут и из россии и помните как в фильме в известном а кто здесь останутся в россии помните друзья ну тогда напишите кто же у нас в россии останутся если на все нормальные люди кто понимает что здесь ну что вот эта агрессия она недопустима а что это не нормально а как вы думаете друзья кто у нас в стране останется напишите нам в комментариях а вот то что мы видим то есть мы видим периметр огороженный ребят вот выхаживающих вдоль периметра а кто вот почему вы их ну как бы блокировали вот в эту за решетку за изгородь поставили памятники не подскажете то есть чтобы не сбежали ну ладно мы тогда еще спросим скажи пожалуйста а как ты думаешь вот зачем памятники оградили изгороди чтобы они не сбежали не ну это же памятники куда же не сбегут ну поэтому друзья если вы будете вызывать час допустим полицию если вам нужна будет срочно помощь вас грабит убивает или там еще что-то происходит а к сожалению а вам никто не поможет потому что вот гораздо важнее охранять памятники а еще друзья не дай вам бог выйти с каким-то плакатом а скажите пожалуйста как вы еще полагаете сейчас в россии вообще все по вот эти вот плакаты какие-то запрещены или только определенные направленности ну сотрудники выдерживают молчание но мы прогуляемся вдоль прогуляемся по центральной площади обойдем ее посмотрим что здесь вообще происходит то здесь есть кроме сотрудников кроме космонавтов такое впечатление вот друзья вот реально я даже ну скажем три года назад я точно не даже предположить не мог что такое возможно что мы доживемся вот до этого а сейчас мы живем в этой ситуации фактически друзья мы сейчас знакомимся с фашизмом в самом плохом смысле этого слова это ненормально ну как мы видим друзья еще и амон там по внутри на боевом дежурстве то есть я так понимаю что а сейчас здесь а сотрудники не только вот те которые дежурит они видимо здесь поменяется вахта сменяет одни сменяет других и я не понимаю друзья вот я реально не понимаю а как можно вообще в принципе поддерживать убийство других людей как можно но вот в интересах этого убийства чтобы она не подвергалась какому-то сомнению чтобы эти действия по убийству других людей не дискредитировались а то есть людям пытается заткнуть рот а людям пытается ну вот как бы навязать вот эти вот идеи а в чем заключается эти идеи вот убивать это хорошо но тогда вопрос если убивать хорошо давайте мы в первую очередь поставим вопрос о том что ну если эти люди хотят действительно убивать и поддерживать то что это хорошо может быть и как-то стоит вот вот язык не поворачивается что рассказать что их нужно убивать да но вместе с тем наверное как минимум им нужно показать что такое смерть что такое а страдание что такое как бы когда родители оплакивает своего ребенка когда ребенок оплакивает своих родителей когда гибнут дети а ну я думаю что они вот эту вот боль как минимум должны прочувствовать для того чтобы понимать что это ненормально вообще в принципе поддерживать войну поддерживать агрессию а поддерживать убийство людей это же что-то за рамками разумного что за рамками чего-то человеческого и вот мы дожились до того времени когда сотрудники правоохранительных органов стали не закон защищать они борьбу с преступностью осуществлять они стали бороться с теми а кто говорит о том что убивать других людей это плохо что это нехорошо и разворачивать плакаты за мир и вот это вот вся система сейчас в настоящее время она фактически борется с теми кто выступает в защиту жизни в защиту в жизни детей в защиту в защиту людей это ненормально вот у нас юрий зимин общественник тоже подошел юрий зимин почему я думаю о буковке z у тебя случайно нет спрятал юр вот да 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 давай просто поговорим по поводу просто юр и по человечески вот скажи мне пожалуйста я я просто реально не понимаю скажи вот как можно поддерживать убийство других других людей говорить это нормально это наши убивают это нормально это хорошо виктор я сейчас тебе скажу вот сидели так сказать за столом и вот четыре пункта где-то 26 февраля мы их написали но мы увидели что уже действительно эти пункты некоторые осуществляются первое беженцы должны россия принимать не только с донбасса но и с украины действительно принимают дальше нужно сделать народные столы переговоров да юр я я совершенно про другое я сейчас был я сейчас говорю об убийстве людей и здесь разговор политика политика это хрень все это гнилье и к тому же если говорить про политику в россии это гнилье самое гнилое а вот что касается убийства людей это же ненормально это же ненормально получается вот сейчас да типа ну а если у него не не такие мысли как у меня это же это же нормально получается вот сейчас да типа вот понимаете американцы в данном в данном случае они действовали это как минимум открыто раз они не действовали против народа они в общем-то помогали народу избавиться от неадекватного человека а американцы были 20 лет в афганистане в афганистане 20 лет были заблуждаешься наверное но я-то я я думаю что значительно меньше чем нежели а наши они туда зашли попытались удержать вот этот поток ге героина тоже и поняли что это в общем-то гнилое дело но нельзя воевать народом людей никаких никаких нехороших конечно это вообще очень плохо это очень плохо что он думает не так а ты я правильная я что-то они не в не путаю тебе сколько вообще лет и ты говоришь по про бухенвальд ты ты там служил смешного тут маловато вот я когда служил в гсвд так я гордился что я в россии и живу от россии представляю страну победительницу у побежденных а сейчас фрг поставляет локальные эти лекальные оружие чтобы убивать нас ну это вообще-то предел в смысле сколько куда куда по куда поставляет они поставляют настоящее время напомню сейчас украинцам которые защищают свою родную землю пусть будет так во всем виноват горбачок вот он то есть то есть не путин то есть не путин понятно понятно как он как как он мог тогда отправить сейчас у него чем машина времени какая-то как он мог сейчас отправить наши войска ну друзья вот такое мнение забавное тоже существует ну шизофрения в россии она процветает друзья но 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 чингисхан 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 во всем виноват это он оон в общем то тогда тогда начал вот эти вот агрессивные агрессивные действия в украине вот друзья конечно обидно что вот и белорусы и русские и украинцы узбеки таджики татары все сидели в одной окопе воевали против фашистов и сейчас они это деды еще до сих пор живут они говорят да что вы внуки делаете то вы зачем друг на друга то идете мы воевали против фашистов а вы вот это вот делаете сейчас между собой конечно это просто плохо надо было неправильно надо было вести какие-то другие переговоры там что-то через оон через европейский союз что-то делать пытаться а попыток как и таковых не было чтобы избежать вот эти ситуации которые сейчас происходят на украине а вообще путин вообще он может с кем-то разговаривать способен ли он вообще на переговоры когда мы видим что он даже а вот в день прекращения блокады он всех ветеранов которые всех людей которые пережили эту блокаду он их за изгородь отправил и один пошел возлагать цветы это нелюдь он он от людей отстранился он не не может ни с кем перевести переговоры он может он может только с лукашенко когда лукашенко у него язык длинный язык находится и язык находится в жопе у владимира путина мы можем мы можем посчитать это вообще в принципе переговорами но но да друзья если я пошел побыхать с друзьями это тоже переговоры тогда получается ну конечно все это очень плохо очень убийство всегда очень плохо недаром у нас в россии мораторий смертной казни но нет у кого наши же в украине убивает поэтому я думаю я думаю что можно раз уж так получается ну мы еще пройдемся прогуляемся еще пообщаемся с людьми что у нас думает другие люди находящиеся на площади ну вот за такой изгородью находится памятники а что вы еще делаете друзья вот для того чтобы памятники не сбежали изгородь видим охрану видим но у нас огорожены то в настоящее время почему-то памятники говорят что они охрану общественного порядка охраняет но визуально мы видим что огорожены исключительно памятники и разумеется мысли возникает что происходит как минимум что-то очень нездоровое ребята пообщайтесь пожалуйста с нашими зрителями как вы считаете вот зачем вот этот вот заборчика оградили зачем памятники ну а вот предположить если может они хоть чтобы не сбежали памятники или может быть чтобы приезжие при приезжие не подошли не начали вдруг фотографироваться не санкционировано фотографироваться с памятниками а а вот то что происходит сейчас можете поразговаривать вообще готова неактуально неактуально понятно а на какие темы готовы поговорить про запчасти давайте но хорошо а вот для того чтобы помпу поменять на subari как вы считаете в блюд в ближайшее время это будет возможно откуда они будут к нам поступать на собару а как вы считаете вообще будут поступать вы не в она может на собару по производить поставлять но по и если запрет со стороны как бы основатели этой организации не вы вы мы же мы сейчас говорим о деталях о запчастях ремонте ну вот друзья мы видим то что люди боятся разговаривать на эту тему ну даже приятного я разговаривать не говоря даже что как бы но что-то подняться сказать что стоп войне что мы не готовы это все терпеть что происходит это что это не нормально то что происходит люди просто боятся уже боятся говорить своей родной стране и о здравых вопросах а интересно если их им потом в ближайшее время запретят разговаривать думать о чем-то хорошем в интересах своих детей если им запретят заботиться о своих детях они тоже так будут делать ведь в принципе во война она направлена на убийство и на него не выбирает ребенок это ваш это ребенок или чей-то чужой а война направлена на убийство во время войны погибают мирные люди и это все прекрасно понимает и тот же самый путин но вместе с тем мы видим эти действия которые происходят в украине и никто их в россии как мы видим останавливать не собирается даже более того а тех лет чтобы те люди которые хотели бы это остановить чтобы у них это не получилось мы видим насколько тщательно охраняется площадь ленина чтобы не дай бог здесь никто не развернул плакат чтобы здесь никто не стал говорить стоп войне остановите войну то есть все направлено на то чтобы война продолжалась чтобы не дай бог никто не стал говорить вот против войны и это друзья это ужасно а как же мы жить то будем дальше ну друзья на этом я думаю что мы трансляцию заканчиваем думайте пишите нам в комментариях давайте все-таки надеюсь что в россии все-таки людей которые понимают что происходит которые хотели бы ну элементарно мира и элементарно справедливости и благополучия а для своей страны для своих детей давайте все-таки думать объединяться и найдем все-таки пути для того чтобы прекратить этот беспредел а прекратить эту войну в украине здоровья всем благополучия и мирного неба над головой